Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео я хочу вам показать и рассказать свои результаты по выращиванию грецкого ореха, а также рассказать, какие на самом деле сорта грецкого ореха у меня выросли, потому что я снимал ряд видео, я не знал, какие на самом деле это сорта, и вот я у продавца орехов, я выяснил, какие на самом деле это сорта. Это два гибрида, и сейчас я вам хочу рассказать о их названии. То есть первый, как сорт 1 я определил, это гибрид GS86-5. Это сеяница воронежского происхождения, это смесь ореха грецкого и ореха сердцевидного. У меня поколение F3, в данном случае вот это уже будет F4, и сейчас я вам хочу зачитать про гибрид GS86-5. Как я уже сказал, это сеяница воронежского происхождения, грецкий с сердцевидным. Возраст этого дерева, я так понимаю, от которого произошли это 18 лет, высота 5 метров, тип плодоношения верхушечный-приверхушечный. В 2012 году урожай дерева составил 160 плодов. Здесь вот непонятно, конечно, какого возраста дерево, и здесь не совсем понятно мне, конечно, какой, как вот это описание, что здесь означает. Ну, это описание взято с сайта продавца, поэтому я читаю, как есть. Данные орехи среднего размера, массой 6-9 грамм, собраны в кисти по 3-4 штуки. Толщина скорой УП 1-2 мм, что, в принципе, очень похоже на эти, которые как раз вот были у меня. Они примерно 6-9 грамм, и росли они, да, по 3-4 штуки в кисти. Выход ядра 48-49%, вкус сладковатый, без горечи 4,3 балла. Ядро извлекается легко, зимостойкость 1,1 балла. Марсони порождается очень слабо. При посеве семян данного гибрида получается скороплодное потомство с орехами высокого качества. Есть плодоносящие гибриды F3. Ну, в данном случае, как раз вот про плодоносящий гибрид F3 я точно могу сказать. Вот как раз это один из деревьев, которые скороплодных. И какую особенность я заметил, если считать поколение вот этого F4 уже, то это тоже высокая скорость роста. Вот, допустим, взять вот эти вот, именно вот этот сорт, ну, возьмем OGS 86-5, относительно другого, о котором я скажу чуть позже, он у меня определён как сорт номер 2, на самом деле это GS 85-3, гибридный сиенец. Вот. У него скорость и развитие гораздо медленнее. То есть посажены они были одинаково высажены одновременно, в одно и то же время. Сейчас я скажу, это у нас было... А, 18-й, 0-й, 3-й, а это 15-й. Ну, разница, в принципе, не очень большая, всего 3 дня посадки. Но при этом, основная, если взять в среднем, то есть здесь вот, допустим, видно, да, что есть экземпляры, которые достаточно высокие уже, а есть экземпляры, которые только-только-только начинают. При этом GS 86-0-5 все практически одинаково уже достигли вот примерно 15-ти, некоторых экземпляров 20-ти сантиметров, потому что у меня есть экземпляры, на подоконнике стоят уже, если по верхней точке брать, 25 сантиметров. То есть гибрид GS 86-0-5 по росту и развитию гораздо выше, да, по степени, по шкале, чем гибрид, о котором я сейчас вам расскажу. Это гибрид GS 85-3. У меня он определен как софт номер 2, я и буду и так, и так называть, потому что есть люди, которые заказывали, и чтобы они понимали описание того или иного вида. Итак, GS 85-3. Гибридный сень с воронежского происхождения. Также это грецкий орех, смесь грецкого ореха и сердцевидного ореха. Но здесь уже гибрид F2. В принципе, это плоды грецкого типа. Фотографии я, наверное, что в предыдущем вставлю, что в этом покажу, как они выглядят, для тех, кто не видел. Здесь в данном случае такие показатели. Это возраст 18 лет, высота 4,5 метра. Это, видимо, плоды с дерева, вот с такими характеристиками. Такой же тип вонношения, верхушечный при верхушечной. Урожай, вносить этого дерева, в 2012 году составил 260 плодов с дерева. Орехи покрупнее, массой 8-12 грамм, собраны в кисти по 3-4 штуки, что, в принципе, подтверждается в отношении этого гибрида у меня. Ядро извлекается целиком, вкус гармоничный, очень приятно, 4,5 балла. Зимостойкость 0,4 балла. Марсония поражается очень слабо, дает скороподное потомство с орехами более высокого качества. Ну, в принципе, вот характеристики, которые я сейчас прочитал, они действительно соответствуют вот этому гибриду. Скоролупы, толщина скоролупы, ну, возможно, да, тут 4 мм разница, ее, может, визуально сильно не заметишь, но, по крайней мере, у обоих орехов скоролупа колется очень легко и ядрышко вынимается целиком, что очень хорошо сказывается на сохранности именно ядра и при дальнейшей обработке. А вот по поводу вкуса, я бы сказал, наверное, что вот, ну, они оба сладкие, может быть, незначительно отличаются, в принципе, об этом я уже говорил. И еще, что я хотел сказать, вот, допустим, сейчас, вот в данном состоянии, вот если посмотреть на, вот, стаканчики с сортом орехов, точнее, с гибридом, точнее сказать, GS-86-5, это как номер один, да, будем определять его, то они уже сейчас в таком состоянии требуют пересадки в более крупные горшочки или ведра там, ну, вот я, допустим, использую следующую стадию после вот этих, я использую 7-литровые горшки как промежуточный этап. И на что я обратил внимание, допустим, при такой посадке, то есть вот, высажены они 15 марта, видео я сейчас снимаю 6 апреля, и прошло буквально там 21 день, и за 21 день вы сами видите результаты. То есть, в принципе, достаточно высокая скорость роста этого ореха. Ну, понятно, конечно, что у меня созданы определенные условия, это досветка, это, в принципе, ну, регулярные поливы, наблюдение, тепло, это все понятно, но такую скорость роста вот у орехов. По прошлому году я сажал несколько другие орехи, но не гибриды. Они тоже достаточно быстро росли, но не так быстро, потому что очень быстро вымахали, прям, я даже не успел глянуться, как вот за 21 день они достигли таких размеров. И что я хочу, на что хочу обратить внимание, те, кто заказал у меня уже эти орехи в форме предзаказа, в принципе, что бы я вам предложил, вот тем людям. Если у вас есть возможность приехать и их уже забрать, то вы можете увеличить срок вегетации больше, чем на месяц, а то и полтора. Как это можно сделать? Вот сейчас те люди, которые заказали, эти орехи, вот они вот сейчас вот в таком виде, то есть они так сейчас выглядят, вы их видите визуально, да, и в принципе они просятся для пересадки. Вы что можете сделать? Вы можете приехать их забрать, взять и пересадить их в емкости побольше, также оставить их дома. В принципе, особых условий для их роста и развития не требуется. Это просто освещенное, теплое место, и вот прямо в этом горшке можете там поставить, наблюдать, смотреть и поливать. И уже к моменту высадки в открытый грунт, если вы определитесь его высаживать в этом году, и у вас уже есть место, оно уже достигнет, уже будет достаточно высоким, из-за сезона гитации сформируется уже практически достаточно хорошее, крепкое, полноценное дерево, которое, соответственно, я бы рекомендовал, конечно, в зиму укрыть, но тем не менее, то есть можно увеличить срок гитации очень достаточно значительно. И если вы, как бы, заинтересованы в этом, желаете это, то, в принципе, я, наверное, все-таки с вами свяжусь. Единственный момент, что те, кто заказывал оба, то, к сожалению, пока вот могу предложить только вот эти забрать. Если у вас есть возможность приехать забрать хотя бы эти и увеличить на когитации, то было бы здорово. Если нет, то, в принципе, можно дождаться, когда подрастут уже, да, состояние примерно такого, 15 сантиметров. сейчас определирую правильно назову ГС-85-3, то есть номер 2, и забрать уже сразу и те, и те. Соответственно, эти будут еще больше. Вот. И... А для тех, кто смотрит это видео впервые, и, возможно, думаю, приобретать олехи или нет, то, в принципе, вот они сейчас в таком состоянии. Если вы заинтересованы, и вам интересно такие гибриды иметь у себя на участке, что, в принципе, я бы рекомендовал на любому дачнику, так как у нас в Нижегородской области в принципе при создании определенных условий они могут сформироваться как полноценное дерево. И вот у меня на пятый год они дали урожай, из которого я, соответственно, вырастил вот эти вот сеянцы. И что хочется, если вам это интересно, и вы хотите получить такие сеянцы, то форма регистрации, форма оставить заявку будет в описании к этому видео. Прямо раскрывайте описание под видео. Либо в посте будет ссылка в социальной сети в какой-либо вы смотрите, читаете этот пост, смотрите это видео. Там будет ссылка на форму заявки на эти сеянцы. Я всю форму добавлю вот в это описание, которое здесь я читал про каждый вид. Можно будет там в этой форме то, что я рассказал, вам показал. Почитать. Также добавлю фотографию с сайта, где я приобретал эти орехи. Там вот как раз фотографии этих орехов. Также там есть фотографии моих орехов с весом. Ну и также там, насколько я помню, в этой форме есть видео, где я показываю, рассказываю про орехи, про эти, какие они получились. Я их взвешиваю, взвешиваю по три, взвешиваю один. Общее количество урожая в весах не в штуках, а именно вес с плодов. Также есть в этом видео, оно есть в форме. Ну, я также оставлю ссылку в описании к этому видео и в подсказках к этому видео. Ну, а на этом, я думаю, все. Буду завершать. Вот такие прекрасные орехи у меня получились. Также, я думаю, что они также прекрасно будут расти и развиваться у вас, чему я очень рад, что данный вид гибридов показал себя только с прекрасной, хорошей стороны. И следующее потомство, которое уже следующее поколение будет, оно уже будет с теми характеристиками, с теми условиями более адаптированное к нашему местности. То есть, в принципе, если вы проживаете Нижний Новгород и вот эта вот полоса, Нижний Новгород и вот этот уровень по морозостойкости, то вы можете спокойно сажать, ну, лучше, конечно, укрывать первые годы, чтобы сформировать именно деревом этот орех, высаживать и получать такие прекрасные результаты. Также я рекомендовал бы тем, кто находится в городе севернее Нижнего Новгорода, также вы можете их приобрести, также посадить и также через укрытие вырастить уже адаптированное к вашим температурам, к вашей местности, ну, только более северное. И таким образом мы можем через несколько, там, в районе 5-7 лет мы можем достаточно далеко на север переместить плодносящие скороплодные грецкие орехи, которые позволяют получить вырожай за короткое наше лето. поэтому здесь, в данном случае, даже прошлое лето, что я переживал лето прошлого года, вы многие помните 19-й год лета, которого, в принципе, и летом назвать сложно, лето-осень, я ее называю, с резкими перепадами температур, с продолжительным промежутком времени достаточно низкими температурами для лета. И это нисколько не помешало завязаться грецкому ореху, сформироваться и порадовать своим урожаем. Что говорит о том, что дерево акклиматизировалось, вот это влияние погоды и температурного режима на него тоже никак не повлияло, а может быть в какой-то степени и позволило ему сформироваться. Ну, из наблюдений скажу, что вот все было прекрасно. Я думаю, что в следующем вот в 2020 году осенью я также получу урожай орехов, о чем с вами также поделюсь видео, поэтому если вам это интересно, подписывайтесь на канал, в канале будет очень много интересной информации выходить по орехам. Я буду также в процессе роста, развития рассказывать, также по рекомендации я сделаю обрезку ореха, сармирую из него дерево, о чем в принципе тоже буду показывать и рассказывать как я это буду делать. Потому что как я уже говорил в прошлых видео, орех у меня растет кустом. В принципе сейчас ставочку сделаю, покажу для тех, кто не видел. Ну и также будет ссылка в подсказках в описании к этому видео. Ну я думаю сейчас на этом все, и будет затягивать это видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если вам это интересно, дальнейшее развитие, подписывайтесь на канал. Если вы хотите в свою коллекцию получить такие прекрасные орехи, оставляйте заявку в форме, мы с вами свяжемся, и я вам с радостью передам для выращивания такие прекрасные орехи. До встречи в новых видео. Пока!